Мой язык В ролях Шаши Капур, Митхун Чакроборти, Фарах, Кимикаткар, Ранджит, Тануджа И Амджат Тхан Исполнение песен Автор сценария Фаис Салим Повсюду, в маленьких деревнях и больших городах Люди недовольны теми политическими силами, которые хотят расколоть единство нашей страны Мы защитники единства нашей страны Это наша страна Но мы не позволим ослабить или расколоть нашу страну Мы знаем, что иностранные державы вмешиваются в наши внутренние дела Они хотят столкнуть нас друг с другом Задушить нашу республику, нашу демократию Но до тех пор, пока у нас останется хоть один такой настоящий индус Их планы обречены на провал Сегодня я вручаю золотую медаль Викрам Гопешу за его смелость, принципиальность, последовательность За его литературные способности Сегодня вся Индия стремится к тому, чтобы было как можно больше людей с таким острым языком, как у вас Это залог победы над темными силами Подойдите сюда, мистер Викрам Гопеш Музыка Анну Малик Продюсер Вика Свина Шарма Режиссер Шибу Митра Поздравляю тебя Ты что, не мог мне позвонить? Тебя никогда не бывает на месте Прекратите деловые разговоры Ты права, моя девочка Она уже такая большая, а ты мне о ней ничего не говорила Пойдем ко мне Ты помнишь, Сима, как ты прекрасно пила в колледже Как я могу забыть В этих песнях вся моя жизнь Мне бы хотелось ее услышать Сейчас исполню Ай, тик-ти Ха-ха-ха ЗИНДЕГИ ПЬЯРКО ЗИНДЕГИ ПЬЯРКО ЗИНДЕГИ ПЬЯРКО ЗИНДЕГИ ПЬЯРКО ЗИНДЕГИ ПЬЯРКО ЗИНДЕГИ ПЬЯРКО ЗИНДЕГИ ПЕРДЕТСЯ ПРИЗНАТЬ ОДИН ФАКТ Ты до сих пор не выпил виски Я уже выпил Ха-ха-ха Да, журналисту приходится выпивать За твое здоровье Послушай, прекрасная песня Ха-ха-ха Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 иди. Ну, что случилось? Что ты, моя маленькая, плачешь? Успокойся. Послушай песню, которую поет твоя тетя. Успокойся. Не плачь. Послушай песню. Успокойся. Мой дорогой, откуда этот ребенок. Сюзи, этот ребенок то же самое, что чек на сто тысяч рупий. Его надо очень беречь. Скажи мне правду. Ничего не спрашивай. С ребенком все должно быть в порядке. Я ухожу. Вернусь нескоро. О, мой дорогой. Мой любимый. Не плачь, маленькая. Не плачь. Что? Викрам убежал из тюрьмы? КОНЕЦ Это ложь. Ложь. Это ложь. Говори правду. Я ничего не знаю. Оставьте меня. Что вы делаете? Оставьте меня. Оставьте меня. Госпожа, моя мама поправится? Не беспокойся. Твоя мать из-за большого горя потеряла рассудок. Но я уверен, что после лечения все будет хорошо. Но для этого надо много денег. Очень много денег. Ты хочешь продать эту медаль? Сколько вы дадите за нее? Сын, мой медаль, полученная за искренность. И ответственность бесценна. Поэтому никто не может назвать ей цену. Из-за честности пострадал мой отец. За правду моя мать сошла с ума. Поэтому все эти разговоры бесполезны. Заплатите мне за медаль. Как хочешь, сынок. Больше она не стоит. Спасибо. О, Боже. Помоги вылечить мою мать. Накажи торговцев оружие, которое отняли у меня отца. Покарай их. Прошу тебя. Эй, парень, подержи-ка сумку. Парень, здесь никто не пробегал? Нет. Возьми их, это тебе 10 рупий. Что в мешке? Тебе какое дело? Мне не деньги нужны, а правда. На 100 рупий. То, что ты даешь, принадлежит Богу Кришне. Да, отдадим Кришне. Да, Кришне. Возьми эту его часть. Теперь Кришна будет получать свою долю. Пришел. Как тебя зовут? Какое твое дело до моего имени? Отдай деньги. А если не дам? Прикуси язык. Я тебе сейчас покажу. Будь милосерден. Поняли мой язык. Поднимайтесь. Это вам на лечении. Идите. Давай ключи. Держи. Держи. Это тебе. Это тебе. А это мое. А где моя доля? Кто ты? Совладелец этого богатства. В этом городе в любом бизнесе часть денег должна принадлежать Кришне. Я разорву тебя на мелкие куски. Я бы мог взять все деньги, но возьму только часть. Ты сильно ошибешься, если в следующий раз забудешь выплатить часть полагающейся Кришне. Эй, остановись. У тебя есть разрешение на продажу? Остановись. Где разрешение? Разве господин не видит, что я иду из одной лавки в другую? Достань арбуз получше и разрежь его. У меня нет ножа. Вы мешаете мне торговать? Не нужно ножа. Мы полицейские. Выполняем свою работу дубинками. Бей. Это что, футбольный мяч? Не трогай. Это искусственный арбуз. Искусственный? А что у него внутри? Не трогай, я сама скажу. Там вино. Вино? Тише, тише говори. Не шуми. Сколько тебе дать? Сколько? Пойдет? Сегодня сойдет, но помни, каждую неделю ты будешь платить установленную плату. Хорошо. Это тебе, это мне. Пойдем. Эй, ребята, постойте. По виду вы новички, меня зовут Кришна. Это Кришна? Да, я Кришна, давай мне мою долю. Какая доля? Доля Кришны известна всему району, он ее всегда получает. Придется дать. У тебя есть 30 рублей из дачи? Моя доля всегда равная. Если получил 200 рупий, 100, отдай мне. Ты всегда так говоришь? Да, я всегда так говорю. Если ты вчера заработал на скачках 500 рупий, из них 250 мои. Нет, какие 500 рупий? Я получил всего 200. Да, да, он получил только 200. Кто-то дал тебе неверную информацию. Что, позвать сюда свидетелей? Нет. Значит, ты скрыл 30 рупий. Ну, не сказал я тебе о них. Я главнее тебя и начал службу на 6 месяцев раньше. Нет, нет. Во взятках не бывает ни старших, ни младших. Гони деньги. Давай 300 рупий. Нет, не дам. Не дам. Что здесь происходит? Сэр, он взял взятку 500 рупий, а мне сказал 200, а 300 спрятал. Теперь говорит, что он главнее меня, ему полагается больше. Оказывается, вы взятки берете? Поехали со мной. Я вам покажу, как брать взятки. Простите нас. Садитесь. Пропали мы. Простите нас. Простите. Я люблю тебя. Пойдем в кино. Хватит, хватит. На, возьми деньги. Мало. Вафи, держи, а я пошел. Кришна, почему ты так относишься ко мне? Ведь я люблю тебя. Я тебе много раз говорила, что не люблю никаких глупостей. Занимайся своим делом и отстань от меня. По-твоему смотреть фильм это глупость? Любовь это глупость? Любовь это совсем не глупость. Но брать человека за горло, применять силу, вытряхивать из него душу, это глупость. Поняла? Я не буду кими, если ты не полюбишь меня. Мое имя Пинто. Я пробыл в тюрьме 12 лет. 18 раз меня сажали в тюрьму, но никто до сегодняшнего дня не решался требовать свою долю. Кроме Кришны. Все люди равны. Все люди как братья, но бывают верны, как я. Что? Верные, которые готовы отдать свою последнюю рубашку, душу. Да, нам надо достать полицейскую форму, и мы будем делать хороший бизнес. Но как мы будем это делать? Кришна мешает нашим делам. Мы не будем давать свою долю Кришне. Но для этого есть один только выход. Какой? Нас много. А он один. Давайте уберем его. Я всегда появляюсь вовремя, когда мне нужно бороться с врагами. Я не тот Кришна, которому многие поклоняются. Но я так же, как и он, требую, чтобы меня уважали и слушались. Бей его! 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 Ааааа! Аааа! Ааааааа! Балла-бабрала! Саме непільно! Баспека! Даже сам дьявол не смог бы помешать Кришне получить его долю. Здравствуйте. Бог в помощь. Вот деньги, чтобы накормить сто человек. Хорошо. Благослови тебя, Бог. Ты каждый день кормишь сто человек, и наши сердца радуются этому. Ты делаешь нам большое благо, а мы возносим за тебя молитву Богу. Я пришел не за благодарностью, а ради спасения матери. Я брошу тебя камнем. Не подходи, не подходи. Ударю. Ударю. Успокойся. Уведите. Ваша бедная мать больна. Она не понимает, что делает и какие мучения вам доставляет. Доктор, мама есть мама. Ее никто не выбирает. Судьба жестоко обошлась со мной. Сама моя жизнь подобна этому камню. 15 лет любой человек может бросить в меня камень. У нас была дружная семья. Мой отец был награжден золотой медалью за храбрость и честность. Но кто-то заманил его в ловушку и объявил предателем нации. Отец пытался протестовать. Здесь перед судом я не чувствую себя виновным. Я не совершал ничего постыдного перед судом совести. В своей газете я разоблачал врагов общества как предателей. Я разоблачал несостоятельность их действий перед лицом народа и правительства. Я не совершил никакого преступления. Против меня специально сфабриковали дело в суде. Против меня представлено ложное обвинение. Это чистая ложь. Я не виновен. Я не виновен. Никто не поверил в его слова. Никто не сочувствовал ему. Отец пытался бежать из тюрьмы, а мать сошла с ума, потеряла рассудок. Потеряла рассудок. Свети, да. Свети, да. Выключите. КОНЕЦ Брат Кришна, что случилось? Киме плохо. Вы должны немедленно идти к ней. Где она? Там, в саду. КОНЕЦ Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу узнать, откуда они взяли наркотики Если бы ты не пришел, я бы сам стал допрашивать их Ты здесь? Приступай к работе А если я тебя арестую за организацию подпольного бизнеса, что тогда? Если ты арестуешь меня, то останешься без формы Ты же занимаешься подпольным бизнесом, а угрожаешь мне? 15 дней тому назад сюда был переведен новый инспектор И он уже успел взять взятку 100 рупий у торговца вином Назови мне его имя, я его посажу Другой торговец возит вино на такси У него взяли взятку 500 рупий Назови мне имя полицейского В клубе, кроме игры в карты, процветает рулетка Ставки бывают до 2000 рупий Я вижу, тебе все не известно Не называй имена, слишком много людей замешано За 15 дней взятки составили 10 тысяч рупий О боже, все это выглядит как вымогательство Ну а что ты еще знаешь? Говори Все, кто делает бизнес на этой территории, должны платить Кришне 50% дохода 50%? Да, сегодня вечером я возьму деньги у этого инспектора у вас в полиции А пока арестую его Как ты назвал свое имя? Мальпани Мальпани А, Мальпани Ты знаешь, что значит мое имя? Человек, берущий себе деньги и товар Ну давай, рассказывай Мальпани, если тот инспектор берет взятки, почему бы и вам не брать? Ты не понял, дурак, что тот инспектор, это я Сколько дашь? Тысячу рупий Тысячу рупий берет обычный полицейский А я начальник Две тысячи Ты не понимаешь, с кем разговариваешь? Не возьму меньше пяти тысяч Пять? Пять Придется дать Подожди Не давай Если ты дашь, а я возьму Этот комар высосет из меня пятьдесят процентов Надо сделать так, чтобы он ничего не знал Тайна Полицейский участок Господи, что ты за идиот? Опять пришел с пустыми руками Я четыре дня голодал Четыре дня голодал? Можешь еще четыре поголодать Итого восемь дней У тебя наступит истощение Всю свою жизнь ты можешь остаться рядовым полицейским Ты никогда не сможешь содержать семью Убирайся Убирайся отсюда Дорогой Выйдем отсюда Почему выйдем? Этот мир очень плох Но не настолько, чтобы я, будучи полицейским офицером И находясь на своем участке Давал взятки обычному гражданину Подумай об этом Это не взятка Я пришел за своей долей Доля? Ты говоришь о своей доле А я имею ввиду комиссионный Пошли Пошли Со мной Послушай Похоже, ты не умеешь обращаться с полицией Сейчас я тебе покажу Что такое закон Правда? Да Пойдем в магазин Пойдем А продавец в присутствии всех полицейских скажет Что ты требовал у него взятки Тише, не говори так громко Я думал, что я умнее тебя Но оказалось Наоборот Комар сосет кровь На, бери Что? Бери Что? Кроме этих денег Я могу дать Могу дать тебе еще товар Но для этого надо немного потрудиться У меня очень длинные руки Поверь мне Поверь И привыкай платить мне деньги Сколько? С сегодняшнего дня 50% Мне, 50% тебе 50 на 50? О, боже Зачем ты так жесток со мной? У тебя есть хоть капля совести? Сколько ты взял с аптекаря? И что он сказал тебе? Я допрашивал его по-разному И с любовью И строго И запугивал его И топал ногами Но так и не мог развязать ему язык Язык бывает разный Пойдем Я научу тебя Своему языку Клянусь Богом Я ничего не знаю Откуда этот товар? Не знаю Чья это аптека? Моя Кто доставил? Моя жена Какая жена? Я спрашиваю Какая жена? Закон Тебя может наказать Или не наказать А я и без него Сделаю твою жизнь Очень трудной Имею в виду Я расскажу всем Кто живет В квартире номер 3 Садись Садись Три месяца тому назад В этой квартире Появилась девочка Это твоя дочка Если я расскажу Твоим домашним об этом Ты потеряешь аптеку А теперь Ври сколько хочешь Не делай этого Я все расскажу Не будь таким жестоким Прошу тебя Прошу тебя Прошу Говори правду Этот товар Дал мне мой дядя Дядя Тот, который Сидел за ограбление банка Да Когда он бежал из тюрьмы Его ранили в ногу Да Врешь Его опять посадили Да Но Но он убежал И теперь Каждую субботу Бывает в клубе Пойдем в следующую Субботу в клуб Там мы его схватим И получим с него Много денег Нет, Мальпани Его дядя Мелкий исполнитель Мне нужен человек Который снабжает Его товаром Господин Ранжит Пришел с каким-то Человеком Проси Здравствуйте Господин Ранжит Что вы сделали? Люди, работающие со мной Представляют большую силу Ранжит Сегодня из-за тебя Мне пришлось убить Одного из них Почему из-за меня? Алло Что? Взрыв на железной дороге? Десять убитых И двадцать раненых Сделай так Выдай от нас За каждого убитого Десять тысяч рупий А за раненого Две тысячи Никаких благодарностей От родственников Не надо Понял? Ранжит Когда мы создавали Нашу организацию То в основу Ее деятельности Положили два принципа Первый принцип Накапливать Как можно больше оружия Второй принцип Привлекать в нашу организацию Самых смелых И самых умных Но ты включил в нее Человека Который занимался Продажей наркотиков И этим нарушил Основные принципы Деятельности Нашей организации Господин Раджа Продажа наркотиков Гораздо выгоднее Чем продажа оружия Наркотики продаются Из рук в руки Несколько раз Оружие Всего один раз Но мы необычные торговцы Которые действуют Ради получения прибыли Извините Господин Раджа Человек трудится Ради денег Я это знаю Но бывают различия В получении денег Нищий просит Милостыню И получает деньги Вор ворует И получает деньги Торговец торгует И получает деньги А Раджа управляет И зарабатывает деньги Не забывайте Что я Раджа Мне от рождения Принадлежит право управления Во имя этого 20 лет действует Наша организация Она поднялась На высокий уровень И я не потерплю Никакого нарушения Наших принципов Понял? Да Можешь идти Подожди Уничтожь все следы связи Шака с нашей организацией Он был храбрым И смелым человеком Он действовал Так же решительно Как Кришна А почему бы нам Не покончить С Кришной? Нет Таких людей Как Кришна Очень мало Их нельзя уничтожать Я не встречался с ним Но мне очень нравится Все то, что он делает Я хочу, чтобы он Вошел в нашу организацию И стал моей Правой рукой Кришна 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что ты неплохо работаешь руками и ногами. У меня работает хорошо еще один орган такой. У Кришны прекрасно видит третий глаз. Эй, мадам, остановитесь на минутку. Попались, бэби. Что теперь будет? Ничего. Зачем ты привела этого богатыря сюда? Скажи, кто ты и кто я? Ну и сволочь ты. Я сволочь, ты сволочь. Все сволочи. Все сволочи. Мне кажется, она сошла с ума. Ты думаешь? Господин инспектор, новогодний подарок для тебя. Богатырь отправится в тюрьму, а девушка в сумасшедший дом. Я сумасшедший. Да. Мамы! Кто ты? Ты опять пришла сюда? Ты богатая. Ты очень богатая. Ты хочешь забрать все мои деньги. Я люблю его. Ну и люби. Ты хочешь украсть у меня деньги. Ты воровка. Тихо. Мой ребенок спит. Где он? Ты его разбудила. Он плачет. Успокойся. Он сейчас заснет. Возьми его. Он плачет. Ради бога, успокой его. И уложи спать. Успокой его. Пока. Продолжение следует. КОНЕЦ Любовь – это жизнь. Она делает человека прекрасней и добрее. КОНЕЦ 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 Успокойтесь. Успокойтесь, пойдемте. Доктор, доктор, вы просили, чтобы я немедленно приехал. Что с моей мамой, Кришна? Кришна, впервые за 14 лет я увидел в глазах твоей матери проблески разума. Правда? Проводите меня к ней. Сейчас к ней нельзя. Но теперь я уверена, что она может поправиться. И в этом ей поможет девушка. Девушка? Зовут Бэби. Мальпань ее привез и оставил здесь. Я знаю ее, но какое она имеет отношение к выздоровлению моей матери? Она пела песню, от которой у твоей матери стал пробуждаться разум. Если бы она снова спела ее. Доктор, если это необходимо для моей матери, я найду ее любой ценой. Ее зовут Бэби. На Новый год она подготовила избиение Кришны. Она храбрая. По-твоему, она подходит для нашей организации? Да, сэр. Пришел день осуществления всех тех планов, для которых создана наша организация. Нам нужны умные и храбрые люди. Если эта девушка пройдет все проверки, мы включим ее в нашу организацию. Сэр, какую проверку она должна пройти? Сейчас скажу. Золото известного контрабандиста Таджа хранится в грузовике. Да, сэр. Грузовик стоит в местечке Калина. Проникнув в ряды врагов Таджа, ей надо взорвать грузовик. Это будет экзамен на ее смекалку и храбрость. Иди. Иди. Бэби, я ищу тебя по всему городу, а ты, оказывается, здесь. Зачем ты приехал? Что тебе нужно от меня? Я привез тебе клиента. Сколько раз я тебе говорила, не приставая ко мне ни с какими делами. У него дело к тебе. Заткнись. Говори, что за дело? Один грузовик стоит в местечке Калина. Его надо доставить в другое место. У него нет двигателя? Есть. Его надо толкать? Нет. Бэби, тебе надо доставить пустой грузовик из одного места в другое. За это ты получишь две тысячи рупий. Доставить грузовик? Да. И получу две тысячи рупий? Да. Работа опасная. Кришна, это ты. Это ты? Откуда ты взялся? Я повсюду ищу тебя. Выполни мою просьбу. Ради тебя я все сделаю. Это моя личная просьба. Говори, в чем дело? Один человек хочет вновь обрести свою мать. Кажется, что не я была в сумасшедшем доме, а ты. Женщина, которая напала на тебя в сумасшедшем доме. Моя мать. Доктор сказал, что если ты еще несколько раз исполнишь песни, моя мать может поправиться. Я выполню твою просьбу. А что я получу за это? Что ты хочешь? Тебе сначала придется поработать на меня. Ради своей матери я сделаю все, что угодно. Какое дело? Ничего особенного. Я хочу, чтобы ты прогулялся со мной. Пошли. Езжай. Это наша машина. Возьми ключи. Поехали. Если это прогулка, почему ты так волнуешься? Я не волнуюсь. Ты знаешь, чья это машина? Нет. Она принадлежит самому крупному контрабандисту Дага. Дага? Это его машина? Да. А тот грузовик, которым ты должна управлять, принадлежит другому крупному контрабандисту Таджа. Ну и что? Они воруют товары друг у друга. У меня ключи от машины. Ключи от машины это пустяки. В машине золото на миллионы рупий. Что делать? Сейчас будет авария. Что ты сделала? Убила ребенка. Теперь тебя посадят. Спаси меня. Я помогу тебе. Уже спас. Посмотри. Посмотри. Кукла сделана из пластика. Это трюк Таджа, чтобы нас остановить. Что теперь будет? Это только начало. Посмотри вперед. А теперь назад. Что нам делать? Будет страшная драка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставь меня, не трогай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ради меня ты подверг свою жизнь опасности. Все это я сделал ради своей матери. Я обещал выполнить твое желание. Сейчас я его выполню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА